Последние три дня в стране непрерывно растет число зараженных коронавирусом. Сейчас в день выявляют свыше тысячи инфицированных. Соответственно, на карте Казахстана становится все больше красных пятен. В так называемую красную зону вошел еще один регион. Это Атырауская область. За сутки там выявили 65 новых случаев, а всего зараженных больше 18 тысяч. Таким образом, уже в четырех регионах, это Алматы, Нурсултан, в Западно-Казахстанской области, Атырауская область складывается неблагополучная ситуация. В желтой зоне, Актюбинска, Алмалинская, Алматинская, извините, Карагандинской области, в Зеленой все остальные регионы. Повлияли ли праздничные выходные на ухудшение положения, узнавала Радак Камал. Как сказались длительные выходные на ситуации с распространением коронавируса, судить пока рано, говорят в Министерстве здравоохранения. Реальная картина будет видна только через две недели. Но уже сейчас в стране ежедневно растет количество зараженных. В течение почти 10 дней у нас замечается рост зараженных коронавирусной инфекцией. Ситуация очень тяжелая. Люди начали, вообще не соблюдают карантинные меры. В Казахстане уже четыре региона в красной зоне. Это Алматы, Нурсултан, Западно-Казахстанская и Атырауская области. Там действуют строгие ограничения. С сегодняшнего дня ционные Алматы принимают посетители только по предварительной броне. В очередь нужно было вставать онлайн. Но граждане по-прежнему стоят в живой очереди. Некоторые не знали о новых правилах, а другие не смогли разобраться в системе. Мне не получилось определить список, а именно определенную услугу. И, соответственно, мне пришлось уже прийти физически сюда, чтобы зарегистрироваться. Толпа из-за того, что не знание, заходить в систему. Сейчас, тем более, 14-14 звонишь, нам вообще все отключено, занято, занято. То мы боремся с преступниками, с мошенниками, со всеми этими. И тут же получается, что все ИИНы наши неизвестно куда уходят. Забронировать очередь можно четырьмя способами. Через портал «Егов.КЗ» с помощью телеграм-бота «Егов.КЗ.Бот», позвонив в контакт-центр 1414, либо воспользовавшись мобильным приложением «Егов.Мобайл». Чтобы изменить ситуацию, до июня в Мегаполис планируют привезти 450 тысяч доз вакцины. Прививки от коронавируса получат свыше 226 тысяч человек. Сейчас вакцинацию проходят педагоги, полицейские, сотрудники детсадов и студенты. На очереди люди, которые состоят на диспансерном учете. «Мы хотим идти в народ, сделать прививочные посты, кабинеты в торговых домах, на рынках, в больших заведениях». В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали, что подготовили 5000 коек для зараженных ковид. Из них более 3000 уже заняты. В клиниках столицы тоже занято более 70% коек. Ардак Камал, Рената Булхаеров, Информбюро, Алматы. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова